Красавицы в лучших своих нарядах, вооруженные кто луком и стрелами, кто веером и музыкальным инструментом, верхом на конях, львах и единорогах. Каждая манит и притягивает к себе своей историей. Авторскую куклу называется. Я когда полистала эту книгу, я поняла, что такое авторская кукла, на каком они уже уровне. И вот тогда вот идею вот эту подхватил Даши и предложил, а давайте сделаем мастерскую, семейную мастерскую и будем работать. И делать вот эти работы куклы. Творческая встреча с представителями семьи Намдаковы состоялась сразу после открытия выставки. Гости узнали о процессе создания кукол. Их делают из природных материалов – дерева, кожи, натурального волоса и металлов. Иногда смешивают компоненты для пластмассы. Так делают головы. Для платьев используют ткани собственной мастерской. На творческую встречу приходили мужчины, которые занимаются куклой-вышивкой. Сегодня мир меняется. И творчество, вот эта тактильность, она не только свойственна девочкам и женщинам, но сегодня это интересно и мужчинам. Я могу обратиться к мужчинам. Если вы хотите лучше узнать женщину, все ее ипостаси и понимать, почему мы иногда себя так ведем, приходите на выставку и увидите нас. Бурятская культура, азиатская и, в принципе, восточная отличаются особенной близостью человека к природе. Это культура кочевников и скотоводов. Волшебные единороги – мифологические кони, способные подняться в небо. Символы, раскрывающие не только силу всего народа, но и характер конкретной всадницы. Эскиз, конечно, Даши, для нас это, конечно, проще. Его задача, его, в смысле, то, что он рисует, мы воплощаем. Но в этом, конечно, мы что-то свое, конечно, дополняем, опираясь не на знания каких-то мифов, сказок, легенд. Это все, наверное, идет уже как наш уже какой-то вымышленный уже мир, который мы просто, наверное, представляем, что было именно так. Здесь можно встретить и бесстрашную озорную воительницу, и застенчивую кокетку, и величественную атаманшу. У девушек хрупкость в очертаниях лица, фигуры и рук сочетается с яркостью деталей в одежде. Наряд куклы, изображающей материнство, выполнен в цветах неба с золотом, и сама она вытянута, как бы соединяя небо с землей. Напоминает Мадонну. Вот эту выставку, по-хорошему, нужно посещать, ну, почти не один раз. На открытии и вообще я предложила каждому посетителю выбрать свою куклу. Почему именно свою? Потому что если это кукла, от которой не хочется-то ходить, значит, она ваша. Значит, она вам рассказывает о вас самих. На выставке «Ульгерск», «Казания и грезы» два раза в день в музее проходят в том числе бесплатные экскурсии. Все желающие могут посетить ее до 25 февраля следующего года. Адрес – улица Ползунова, 39. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова